здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема баклажаны знаете когда разговариваешь с огородниками дачниками ну знаете не самая маленькая часть моих оппонентов всегда говорит а я не хочу баклажаны да я их люблю я куплю на рынке и все там два раза поем за это и хватит может быть и так а может быть и по-другому знаете какое удовольствие проснуться утром и себе на завтрак сделать что-нибудь и такая свеженькая один такой баклажанчик один кабачок один перчик одну морковку свеженькую лучок и все это слегка припустив на сковородке можно без масла если сковородка соответственно а можно чуть-чуть водички а потом можно добавить туда хорошие просто кваши собственного изготовления и завтрак получится просто замечательный но условия обязательно есть для этого эти все овощи должны быть с вашего огорода и вам не обязательно их чистить потому что все что находится в кожуре этих плода овощных культур она очень полезно и вы не переварите и не пережарите потому что для себя любимой или любимого готовите а может еще для кого-то а это уже вопрос очень интересный сегодня речь пойдет о баклажанах конечно если у вас семья из 15 человек то вам не надо как бы до заморачиваться на тему а какие баклажаны посадить да конечно те которые потолще побольше которых и на кусте будет много но и баклажан должен быть не такого роста а такого роста тогда урожай как-то будет соответствовать вашим желаниям но при всем при этом даже если у вас семья из 15 человек все равно в душе каждой женщины сидит маленькая фея волшебница и хочется чтобы не только было много и чувство внутри было такое что накормлю все наделаю там всяких консерваций из этих замечательных овощи овощей плодов и все будут счастливы всю зиму хочется еще красоты а красота какая у баклажан сейчас покажу обратите внимание какие баклажаны я выбрала для того чтобы сердце то радовалось и чтоб вкусно было вот они неоновый шар вы такого цвета что-нибудь видели на огороде нет не видели а вот помните я вам говорила про картофель такого цвета про морковь такого цвета что это значит вот такой цвет неоновый шар почему это так полезно да потому что здесь огромное количество антоцианов правильно это те вещества которые окрашивают плоды в такой цвет и борются за наше здоровье с вами там внутри организма когда мы это съели вы это должны понимать вот начиная с цвета красного да оранжево-красного и так далее по восходящей это все для нас очень полезно значит а вот это это просто чудо вот такого цвета белоснежного баклажаны в нашем понимании не существует нет существует вот такие красивые и в таком большом количестве мне не хочется сейчас говорить об агротехнике но все-таки наверное придется посмотрите еще еще такого цвета баклажан необыкновенного правда это очень красиво это в парнике где у вас растут баклажаны делаю упор на слово парник это просто замечательно и я выбираю баклажаны все-таки предпочитаю выбрать что-нибудь этакое мечта грибника вот у этого баклажана совершенный вкус грибов ну как приятно не ходить в лес и знать что ты не наберешь поганок не нажарить себе их а просто пожаришь баклажанчик свеженький и получишь вот такую прелесть баклажан он настолько необычный что начиная процесс выбора семян вы должны понимать что делать нужно так как ему надо они так как вам захочется вот когда мы дойдем до посева я расскажу всю агротехнику баклажана всю абсолютно и вы должны запомнить каждое мое слово я не учительница не надо меня так называть пожалуйста потому что мне хочется донести до вас смысл того что вы делаете научить вас понимать растение и я ведь говорю все от начала до самого конца но ваша задача сейчас состоит том чтобы выбрать себе баклажан чтобы выбрать себе баклажан надо читать что написано вот здесь вот читаем скороспелый популярный сорт для выращивания под временными пленочными укрытиями в южных регионах в открытом грунте под временными укрытиями это вам не стационарная теплица где вон там вон жарко а вот там где растет баклажан холодно он этого не любит читайте дальше вступает подношение через сто сто пять дней после полных всходов то есть полные всходы когда раскрылись полностью семидольные семидоли листьями их называть не надо сто сто пять дней это только вступит в подношение значит что баклажан даже не очень высокого роста сеять придется в середине января готовьте выберите вы красоту полезность и вкусность но нельзя жить только на одних огурцах и помидорах картошки свекли и морковки вот то что планета наша умеет вырастить это все для нас придумано для нашего здоровья придумано это все что делает организм чистым это то что помогает жить и двигаться и даже в старости а мы господи ты боже мой есть его все ли это вот это вот все вкусное это же все такое где тут у меня такой замечательный баклажанчик вот он мой любимчик пинг-понг вот они такие маленькие вот вы можете просто их готовить как яйца пополам разрезали до слегка обшарили чуть присолили и будете сыты господи это же все ну правда вкусно как вас убедить я не знаю а вот семена вам придется выбирать сейчас потому что когда соберутся очереди в магазинах выбрать уже ничего невозможно это это просто не знаю лишняя трата времени походите спокойно по выбирайте почитайте почитайте справитесь вы с растением или нет тогда только покупайте такое надо найдите такое в таком многообразии разве нечего выбрать а вот как с ними поступить дальше мы с вами обязательно дойдем и до этого самого посева и до самого конца я надеюсь всего вам доброго и до свидания